Уже больше 11 лет здоровьем жителей республики занимаются не только доктора. В 2003 году учредили фонд поддержки социальных и культурных программ Чувашия. Сейчас количество проектов, которые реализовал фонд, переваливает уже за два десятка. К примеру, в 2009 году организация всерьез взялась за курильщиков. Тогда стартовал один из самых масштабных проектов – Чувашия территория без табачного дыма. Но сейчас в центре внимания нормы ГТО. Об этом мы поговорим с президентом фонда Михаилом Федотовым. Михаил Иванович, здравствуйте. Владимир Путин подписал указ о возвращении норм ГТО в конце марта. А вы, как я знаю, занялись продвижением этого комплекса даже раньше. Как идея такая возникла? Идея возникла у нас еще в прошлом году. Идею подали наши волонтеры, которые очень активно занимались уличными видами спорта. Это так называемый паркур и воркауты. Это турникмены. И у нас зародилась идея, почему бы нам не подхватить хорошо забытую, но хорошую идею возрождения ГТО. Нами был подготовлен специальный проект внедрения комплекса ГТО в образовательных организациях Чувашской Республики. Мы его выставили на грантовый конкурс Лиги здоровья наций. Есть такая общероссийская общественная организация. И наш проект стал победителем. Нам предоставили грант на 2,5 миллиона рублей, который мы направили на создание специальных площадок в лице конкретных учебных заведений нашей республики. Использовали в этих целях физкультурно-оздоровительные комплексы. Использовали наших волонтеров, инициаторов. То есть инициатива пошла как раз от молодежи. Да, инициатива пошла от молодежи. По-моему, мы не промахнулись. И в марте месяце появился указ президента Российской Федерации уже о всероссийском физкультурно-спортивном комплексе готов к труду и обороне ГТО. Даже название такое же сохранилось. И вот подробнее хочется, что подразумевает все-таки ваш проект продвижения этого комплекса? Ну, проект, прежде всего, предполагает у нас как бы попробовать, как будет воспринято сама идея этого комплекса. Во-вторых, апробировать нормативы ГТО, как оно воспринимается. Скажем, в советское время были одни нормативы. Сейчас я должен с нескольким сокращением сказать, что нынешняя молодежь не в состоянии выполнить те нормативы, которые были в советское время. Это был специально подготовлен проект. Была создана работа группы из представителей Министерства образования, Министерства спорта, из инициаторов спорта, ветеранов ГТО. Мы отобрали в каждом районе по одной школе, где есть инициаторы внедрения этого комплекса. Был составлен специальный календарный план. Мы попросили физкультурно-раздоровительный комплекс и их руководителей с тем, чтобы учащиеся, которые по графику занимаются в этих учреждениях, могли себя попробовать сдать все нормы ГТО. То есть они смогли пройти тестирование по тем или иным видам комплекса ГТО. Это у нас получилось. Потом у нас в каждом районе в апреле месяце этого года прошли фестивали по сдаче норм ГТО. А в мае месяце в Куйгейске у нас прошел форум республиканский по сдаче норм ГТО. Вот с учащимися, со школьниками понятно, но скоро нормы ГТО будут сдавать все. Я так думаю, как это будет реализовываться, в какие сроки, может быть, как по стране это будет все вводиться? Начиная с сентября и весь следующий год, комплекс ГТО будет надыряться образовательных организаций в 12 субъектах Российской Федерации. В число 12 мы не входим. А с 16 года, вот эти 12 субъектах Российской Федерации, комплексу включатся все возрастные группы. С его 11 возрастных групп, начиная с 6 лет до 70 и старше. А в остальных регионах Российской Федерации с 16 года начинает внедряться комплекс в образовательных организациях. А начиная с 17 года комплексом ГТО будут заниматься все возрастные группы нашей страны. Это не означает, что мы будем ждать с 17 года своей очереди и будем ждать сдачи норм ГТО. Не все россияне новости о возвращении норм ГТО приняли с такой радостью. Я думаю, это потому, что люди чаще всего не знают, что это означает, обязательно, не обязательно, что будет тем, кто сдал, что будет тем, кто не сдал. Вот это вот как тоже можете прокомментировать. Ну, что должен сказать. Конечно, человек по своей природе консервативный. И на собственное здоровье обращает внимание только тогда, когда где-то заболел и вспомнил про свое здоровье. И поэтому я считаю, что за долгое время работать с нашими волонтерами и в направлении здравоохранения могу уверенность сказать, что над здоровьем заниматься надо постоянно, ежедневно. Я еще не договорил. Вот этот комплекс ГТО включает не только нормативы по определению своих возможностей силе, скорости, гибкости. Но здесь также определяются недельные нормы физической нагрузки. То есть определяется с тем, чтобы ты был в тонусе, ты мог любое время сдать эти нормы, ты еженедельно, в соответствии с возрастными группами, должен заниматься утренней зарядкой. Он может быть от 70 минут до 140 минут в неделю. То есть ежедневно 10-минутная, 20-минутная утренняя зарядка. Потом занятия физической культурой и спортом в классах. Это касается учащихся. Занятия в спортивных секциях и самостоятельных занятий. И в результате нагрузка еженедельная. Она должна быть для каждой возрастной группы отдельно. Михаил Иванович, но то, что здоровьем заниматься, своим спортом нужно, это понятно. И все-таки, может быть, стоит еще раз сказать, что это все-таки дело, наверное, добровольное. Да, это один из главных принципов, это добровольность. Здесь не надо загонять людей по приказу. Каждый человек должен осознать, и вето-связи, конечно, имеет очень большое значение, по популяризации комплекса ГТО в Российской Федерации Чуварской Республики. И поэтому взят такой продолжительный срок, начиная от 2014 по 2016 год включительно, что в этот период надо провести соответствующую просветительскую, агитационную, пропагандистскую работу. То есть, тем, что люди осознают, что этим делом надо заниматься. Это полезно, полезно, прежде всего, и для себя. Конечно, вето-связи предусматривается положение, какие-то меры по мотивации занятий, по сдаче норм ГТО. Вот вы как раз предвосхитили мой вопрос. Хотела спросить, действительно, кроме здорового, подтянутого тела, как все-таки стимулировать? Да, это интересно, есть моменты вот такие. Прежде всего, для оканчивающих средней школы при поступлении в ВУЗ будут учитываться его результаты по сдаче норм ГТО. Это, кстати, должен сказать, что будет внедряться вот такая учетная карточка по сдаче норм ГТО, куда будут заноситься все эти результаты по каждой ступени, начиная с младшего возраста до окончания школы. Оно будет учитываться. Если, скажем, у меня золотой знак по сдаче норм ГТО, конечно, он будет учитываться по баллам при поступлении в ВУЗ. Для обучающихся в ВУЗах, который сдал на золотой знак, скажем, комплекс ГТО, также он может претендовать на повышенную стипендию. А если говорить не обучающихся, а работающихся? Будут сделаны рекомендации руководителям организации, предпринимателям, чтобы они в своих коллективах предпринимали меры по стимулированию участия в сдаче норм ГТО. Они заинтересованы. Да, почему? Они заинтересованы здоровых своих работников, чтобы меньше были на больничных листах, активно работали или не болели. В этой связи предлагается оказывать, субсидировать по аренде спортивных залов. Сейчас все здесь как бы платные. С другой стороны, можно предусматривать дополнительные дни, два или три дня к очередному отпуску. Это тоже было бы неплохо, скажем, если летнее время. Спасибо. Я напомню о нормах физической активности. Готов к труду и обороне мы говорили с президентом фонда Чуваша Михаилом Федотовым. До свидания. Спасибо.